В конференции-зале правительства Бурятии сплошь акулы-пера. Третий раз конкурс межитнической журналистики «Смиротворец» проходит в Сибирском федеральном округе, но впервые в Улан-Удэ. В этом году организаторы оценили 826 материалов из более чем сотни окружных СМИ. Мы оцениваем работы, не зная, кто их сделал. В этом, по большому счету, и сложность очень большая, и в этом большая наша сила. И победители, которые съехали со всей Сибири, со всего федерального округа суда, это действительно лучшие журналисты. Вот на сегодняшний день, не знаю, может быть, это слишком громко-то звучит, но лучше вас нет никого в Сибири. Члены жюри отметили, в последнее время наблюдается всплеск регионального кинематографа. Режиссер фильма «321-го сибирская» Солбон Лыгденов поздравил журналистов и рассказал им о съемках своего народного кино. После шестичасовой этнодискуссии пришло время узнать именно тех, кто будет представлять Сибирь на следующем этапе в Москве. Через несколько минут на сцене в Бурянской филармонии начнется церемония награждения победителей конкурса «Смиротворец. Сибирь-2016». «Забайкальский край» представлен двумя журналистскими работами. Это фильм «Прекрасный чипой» корреспондента ЗАПТВ Ирины Трофимовой. И радиопрограмма о Забайкальском говоре, автор которой Равиль Генеатуллин. Организаторы и члены жюри долгое время думали, что это не экс-губернатор Забайкальского края, принимают участие в конкурсе о его полной тезке. Но когда узнали, что это действительно тот самый Равиль Фаритович, что были очень удивлены, долгое время это обсуждали. К сожалению, ни один забайкальский победитель не смог приехать лично, но я нахожусь здесь и постараюсь не подвести. По итогам фильм «Забайкальский край» о «Прекрасном чипой» занял третье место. Радиопрограмма Равиль Генеатуллина также получила условную бронзу. Кстати, на торжественное награждение, по словам организаторов, он не смог приехать из-за инаугурации нового губернатора Забайкальского края Натальи Штановой.